добрый вечер гомель меня зовут наталья волонец я приглашаю всех вас дорогие друзья провести ближайший час прямом эфире на телеканале беларусь 4 напоминаю что каждый из вас может стать участникам нашей программы достаточно позвонить студию по телефону 34 22 43 как обычно по вторникам у нас полезные советы и сегодня мы будем говорить про безопасные каникулы это очень важная тема вот вот наступили долгожданные летние каникулы конечно же с нетерпением их ждут не только родители но и дети можно сказать по-другому но в любом случае всем нам хочется таких знаете веселых и интересных каникул но на что все таки надо обратить внимание и детей и родителей чтобы вы знаете вот после активного отдыха все вернули школу здоровыми отдохнувшими в общем об этом поговорим сегодня прямом эфире предлагаю вам присоединиться к нашей беседе чем будет занят ваш ребенок этим летом рассказывайте и как вы планируете обеспечить ему безопасность 34 22 43 телефон прямого эфира а пока своими советами в студии поделятся наши гости так то что у него в гостях интересная компания и так то начальник отделения по агитации пропаганде госавтоинспекции ввд гомельского былсполкома ирина андрюк сегодня пришла к нам гости добрый вечер заместитель начальника центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью гомельского областного управления мчс ирина украинец добрый вечер ирина сегодня нас в гостях наш традиционный эксперт и врач-валеолог елена караткевич елена приветствую вас и учитель убежи средний школа номер 22 города гомеля светлана калинина добрый вечер да очень люблю вот этот вот предмет убежи честно скажу моей в моей практике вы не было а сегодня вот это такая вот популярная очень вещь кстати светлана скажите пожалуйста вот вспомните ваши летние каникулы ваше детство и насколько вообще вот да и насколько вот увлечение из вашего детства отличается может быть причине современных я думаю отличается у нас детство было насыщенным мы были распланированы нашими родителями поэтому это была дача это была бабушка плюс еще ведь мы ждали сказки и мультфильмы по времени поэтому как только наступало время мы все бежали домой у нас как эта бабушка была окно открывалась в гостях у сказки тра-та-та-та вот она мы ждали эти фильмы поэтому сейчас все значительно проще поэтому они в любой момент могут это все посмотреть поэтому они не бегут домой вот и в основном то они предоставлены сами себе вот я занималась спортом это спортивный лагерь это тренировки это игры поэтому вот чем более занят день тем лучше вот я знаю что у всех наших сегодняшних гостей студии есть дети да всем мамы а вот просто интересно ирина если не секрет чем будут заняты ваши дети но на летних каникулах старшая девочка моя то есть 16 лет она у нас сейчас в лагере мчс на базе лицея нашего мчс находится занимается в общем то по сути дела основами безопасности жизнедеятельности вот а меньше отдыхает ну да естественно и отдыхает но остальные два месяца мы посмотрим что она будет делать но я думаю что конечно к школам наша 21 школа научиться в ней она всегда предоставляет какие-то возможности для детей реализовать себя в летний период а младшая дочка пять с половиной лет ну естественно ходит в детский сад это понятно у вас есть школьники школьного школьного школьников так один готов на данный момент сдает экзамены а вот да вот это самая вот ответственная пара да ну не мешает ему это заниматься спортом у него активно занимается футболом а младший ей 14 но она готовится у меня поехать в лагерь а то есть вы на чемоданах да вот интересно в списке вот сбора в лагерь что было в вашем первое 14 косметичка двигает по нормально с одной стороны до младше пошла в школьный лагерь она мне первоклассница ты школьного традиционно в июне наши дети чаще страсти стационарный вывести летам обязательно детей на море можно оздоровить желательно тоже если возможность есть вот и правильно что спорт сын у меня карате например занимается ходит летом в том числе секцию заниматься у вас есть опасения когда наступает летний каникул у вас трое детей елена вот это нормально что мама и папа начинает волноваться они не спfia летние каникулы чтобы нерал волноваться и думать о своих детях indie вот во время школы до во время учебного года, что происходит? Они больше заняты, у них расписаны рабочие дети. Контроль подвойной. И у родителей, и у педагогов, да? А летом уже все как-то так, хоп, и по-другому. Даже родители не могут к этому еще привыкнуть. Кстати, Светлана, а школа на протяжении летних каникул как-то контролирует детский отдых? Всегда контролирует. То есть постоянно? И в течение учебного года, и летом. Каждый месяц это летний лагерь, это всевозможные площадки в каждом из районов, которые ну как бы относятся к какой-либо школе, поэтому это спортивные мероприятия. У нас работает спортивный зал до 8 часов каждый день. Поэтому все время. Поэтому всегда под контролем. Если это дети, которые вызывают опасения, к ним более пристальное естественно внимание, поэтому там расписывается прямо их досуг, то есть по часовой, вот до того, где они находятся. То есть в 8 часов их вечера уже перехватывают родители, все оставшееся время расписано, чем они занимаются. А как вот вы считаете, смотрите, такой вот контроль во время летних каникул со стороны и школы, оказывается, да, и родителей, когда дети хотят просто отдохнуть от всего и от всех. Это вообще нормально? Да. Конечно. Должен быть организован. Это очень хорошо. Конечно. Расписан, тогда у них все будет хорошо и активный отдых. То есть стоит вмешиваться в свободное время ребенка? Естественно. Родители, они разумнее и опытнее в этом вопросе. Причем даже ребенок, он же захочет полениться, захочет что-то, может быть, нездоровым чем-то заниматься. Нет, ну понятно. Естественно, никто не говорит, что нужно прям целыми днями заниматься математикой, там повторять, или там, я не знаю, физика, химия. Нет, речь не об этом. Но в любом случае ребенок должен знать, чем он будет занят в течение дня, чтобы он мог сам, кстати, тоже участвовать в планировании. Никто же не запрещает детям участвовать в планировании своего отдыха. Плюс обязательно должен быть какой-то физически активный отдых. Лучше даже на свежем воздухе. А если мы это не организуем, опыт показывает, что дети выберут что-нибудь вредное, гаджеты или еще что-нибудь, пойти куда-нибудь, куда нельзя. Ну, гаджеты не всегда вредно, здесь тоже нужна мера. А если да, вот я бы хотела сказать, что туда пойти куда-нибудь, что интересно же, оно же интересно, любопытно очень. Нет, это нормально для детского возраста, вот такая тяга познавать мир. Это нормально, но мы должны предпринять все меры, чтобы это было безопасно, познавание это и произошло. А что вы могли посоветовать родителям, которые просто не обращают на это внимание, думают, ну, летние каникулы, будут, как всегда. А вот что бы вы могли прямо сейчас, с экрана телевизора, в прямом эфире, вот обратиться к родителям и сказать, вот как распланировать эти летние каникулы? Да, планировать каждый день. Да, естественно, каждый день. Помните наше детство, я не знаю, про свое, во всяком случае, скажу. Если утром я маму видела, она в устной форме говорила, там, вплоть до вынести мусор, вымыть посуду, приготовить, там, еще что-то сделать. Другой раз возмущала, что когда я успею отдохнуть? Это была норма. Это была норма. Мой сын всегда говорил, мам, не говори мне одно и то же, все время повторяешься. Ради бога. Разнообразить можно. Не вопрос. Можно разнообразить. Спасибо за совет. Боже, сам дешевле. Это норма, то есть вот когда ты делаешь все это, остальное время твое свободное, все. А, кстати, а вот как быть режимом дня во время каникул? На самом деле, это вопрос, который я, например, не до конца должна ответить. Режим всегда должен быть. В жизни ребенка все равно должен быть режим. Он может быть таким строгим. Не обязательно живу в 6 утра, вот, как, допустим, в школу в 7. Нет, он может немножко больше поспать, но он не должен спать до обеда. Это понятно. То есть какие-то небольшие поблажки, естественно, ну это нормально. Но все равно режим должен быть. Иначе он потом не сможет нормально выйти в нормальный рабочий режим школьный или там смотря куда он идет. Режим любому взрослому человеку полезен режим. И тем более ребенку. То есть режим это обязательно условия летних каникул? Да, да. Он, конечно, отличается от школьного там режима, но он все равно должен быть. А вот какие, какие, скажем, увлечения, может быть, занятия для вот такого психоэмоционального восстановления детей? Вот посоветуете, да, на летние каникулы? Вот Светлана так заулыбалась загадочно. Дети очень устают. У них программа вот школьная, насыщенная, они кружки, они еще там английские, что-то дополнительно, как обычно дети сейчас достаточно в таком стрессе немножко. Да, фон у них эмоциональный, естественно, к концу учебного года уже они подосточенная нервная система. Поэтому я бы рекомендовала побольше включить какие-то таких физических, динамических, физических нагрузок. Ну, плюс хобби, то, что нравится ребенку. То есть понятно, что на велосипеде он может покататься на скейте, я не знаю, там плавать, что-то такое, теннис, бадминтон, все что угодно, но помимо этого, то, что он любит, вот пусть он там, не знаю, раскрашивает, бисер плетет. То есть у каждого ребенка... Да, может, оно новое хобби. Вообще проблема, ну, не то, что проблема, мне кажется, у ребенка должно быть какое-то увлечение. Помимо, ну, школы, помимо вот занятий, хорошости у человека, это у любого человека, хорошости это увлечение. Это помогает снять психоэмоциональное вот это напряжение. И ребенок, как любая личность, маленькая личность, у него тоже есть какие-то там тоже стрессы, какие-то восприятия своего мира, ему надо снимать этот стресс. И каникулы благоприятны в этом плане, что нет этого давления, уроки, экзамены... И можно поменять вид деятельности, вот вы об этом говорите, да? Да, обязательно. То есть ни в коем случае не остановилась, а просто его... Нет, вот динамично, ну, то есть движение нужно чередовать с какими-то другими такими ногами. То есть, естественно, нельзя, не будешь же кросты 3 километра, ну, там, 3 часа бежать, или там все время сидеть за книжкой или за компьютером. Нет, естественно, все это нужно чередовать. У вас получается в семье так детей организовать, чтобы... Я стараюсь. У меня бабушка и дедушка в соседнем доме живут мои родители. То есть, у меня, да, у детей все структурировано, да. И даже у старшей, которая почти 19, в принципе, у нее достаточно насыщенная тоже жизнь. То есть, вы тоже контролируете и организуете ее свободное время? Ну, не так, конечно. Благодаря тому, что контролируют, у них это так. Да, то есть, ну, я прям, конечно, какое-то поле свободы, естественно, оставляю, человек уже совершеннолетний. Тем не менее, я знаю, как правило, что, где, чем она занимается, и я считаю, это нормально. Светлана, как вы отправляли своих учеников на каникулы? Какой наказ давали? Он у меня всегда одинаковый. Можно я вот вернусь все-таки? Я очень люблю детей, у меня у самой тоже есть ребенок, мы тоже учимся. И когда мы говорим о том, что у детей сейчас какая-то большая нагрузка, мы все вспоминаем себя. И нагрузка не поменялась. Все то же самое, все те же предметы. Да. Нагрузка та же, где-то даже легче значительно по учебникам разных предметов, я смотрю. Поэтому это просто дети такие. Да, у детей большинства, по моим наблюдениям, к концу года возникают неврозы. Я разговаривала с неврологом, потому что обращалась с личным своим ребенком и задала ей вопрос. У нас такая была очень интересная история. Я, значит, по поводу ребенка задавала вопросы, а нервный тик у меня, и она акцентировала на этом внимание. Я говорю, а я тоже из школы. И вот разговор завязался, и я задала вопрос, что вот дети постоянно то ручки, то еврооббонстики, они так успокаиваются, то ногами под партой постоянно. Она сказала, это все неврозы. Плюс это все лечится медикаментозно. То есть мало того, что можно к психологу обратиться, к психотерапевту, это уже конкретно медикаментозное лечение. Хорошо, если не медикаментозное, то, в принципе, что вы можете предложить для подобного восстановления? Это психолог для нас. Мы почему-то к этому не привыкли пока, и это очень плохо. У нас и в школе работают психологи, и дети крайне редко обращаются. Мы их заставляем перед экзаменами, психологическая поддержка, индивидуальные занятия. Они почему-то не хотят. И более странно, когда отказываются родители от помощи. При поликлиниках у нас есть психологи, тоже ходят туда. А вы рекомендуете к концу года? Не только в конце, в течение года. Потому что со старшими классами, вплоть до того, что мы на уроках учились с ними успокаиваться. И они столько вариантов предложили. Значит, ну то, что шпокают они, кто-то рвет бумажечки. И вот этот звук рвущейся бумажки. Да, вот представляете, вот человек успокаивается, а у всех остальных невроз. Я тоже так делала в школе, бумажки у нас были, я помню. Да, мы их рвали постоянно. Ну как вариант, вот они находят. Я им рекомендую находить именно способ, ну такой, чтобы он не вызывал раздражение у всех остальных. Потому что сам успокоился, а всех остальных завел при этом. Ну и в таком состоянии мы отправляем детей на летние каникулы. Да, и хотим, чтобы они отдохнули, да, отдохнули и выспались. Ну, дорогие друзья, на самом деле, тема, которую мы сегодня выбрали для разговора, очень серьезная, это безопасные каникулы. Напоминаю, телефон прямого эфира 34-22-43, вы можете рассказать, чем заниматься будут ваши дети, какие у вас планы на их летний отдых, и как вы обеспечиваете вообще их безопасность на время летних каникул. А также можете позвонить или написать в вайбере и задать свой вопрос сегодняшним экспертам в нашей студии. Но так как у нас тема соответствующая, то и вопрос нашего конкурса, по традиции конкурса, обязательно, соответственный вопрос будет такой же. Во-первых, разыгрываем сегодня билеты в Музей истории печати и фотографий Гомича. Очень интересно, дорогие друзья, знаете ли вы, с какого возраста дети могут самостоятельно ездить на велосипеде вне дворовой территории? Еще раз повторяю вопрос, с какого возраста дети могут самостоятельно ездить на велосипеде вне дворовой территории? Это обыкновенно, если я правильно понимаю, правила поведения на дороге, да? Да, безопасность. Безопасность. Правила безопасности, мне кажется, это просто каждый родитель просто обязан знать, с какого возраста. Итак, 34-22-43, звоните, пожалуйста, в студию о том, как обеспечить безопасность детей во время летних каникул. Мы расскажем сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на телеканале «Беларусь-4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня говорим о безопасности наших детей во время летних каникул. Сегодня у нас в гостях эксперты. Это представитель МЧС, представитель ГАИ, госавтоинспекции, врач-валиолог и учитель УБЖ. Вы можете задавать свои вопросы или, по крайней мере, послушать наши полезные советы. Итак, вот начнем с одной из важных тем. Да, вот где, в каких местах с нашими детьми чаще всего происходят вот эти вот несчастные случаи, опасные какие-то ситуации. О чем вообще сводки МЧС говорят сегодня? Ну, если мы говорим о несчастных случаях, то, наверное, я бы сказала о том, что мы тут должны четко разграничить, что есть дети дошкольного возраста, малыши, и есть дети все-таки постарше. Если мы говорим о дошкольниках, то чаще всего это все-таки бытовые травмы. И в первую очередь это то, о чем мы говорим очень часто, и я думаю, что все это слышали, и все, может быть, кому-то даже это надоело. Это то, что говорит МЧС, я думаю, не только МЧС, не оставляйте детей от них. Дети оставлены без присмотра на 10, особенно если мы говорим про малышей до 5-6 лет, вот то, что я говорила, на 10 минут, на полтора часа абсолютно не имеет значения, вероятность беды абсолютно одинакова. Если говорить об этих малышах, бытовые травмы, это элементарные кастрюли, оставленные на краю плиты, это чашки горячие, это незакрепленные полки, это выдвигающиеся ящики, балкон, окно. Балкон и вот эти все сетки москитные, это самое страшное. Все открывают окна, и далеко не всегда родители задумываются о том, что даже двухлетний маленький ребенок может подвинуть табуретку, он может вылезти в это открытое окно, либо вообще его открыть. Поэтому не зря рекомендуется ставить какие-то заглушки, съемные ручки, ключи, все это убирать. Когда ребенок подрастает, то есть уже где-то начальная школа, да в принципе и в 5-6 лет тоже, то есть чем старше становится ребенок, тем круг вот этих опасностей он начинает расширяться. А поскольку наши дети, они любознательные, опыт у них отсутствует, как действовать и пользоваться предметами, представляющими опасность. Они не знают каких-то представлений о том, какова должна быть защитная реакция в той или иной ситуации, у них тоже нет, потому что опять же мы говорим об отсутствии опыта. Они начинают копировать наши действия и, соответственно, они смотрят, они начинают выходить. Не всегда удачные наши действия. Далеко не всегда удачные. Они начинают выходить во двор, где-то выходить уже самостоятельно. Кстати, допустим, в некоторых штатах США, насколько я знаю, до 18 лет нельзя оставлять детей без пешмока. Я вот хотела спросить, а вот вы рекомендуете, с какого возраста оставлять ребенка, вот можно вообще одного дома? Ну, это очень сложно. Это сугубо, наверное, очень, да? Дети дошкольного возраста, мы рекомендуем не оставлять их без присмотра, ни в коем случае. Что касается детей постарше, тут уже, в принципе, в наших реалиях родители вправе сами решать, готов их ребенок уже оставаться один, либо не готов. Но, опять же, если родитель должен понимать, что если он решил, что его ребенок может сам пойти во двор, он может сам остаться дома, он должен четко ограничить радиус безопасности. То есть представить себе, поговорить с ребенком, научить ребенка, рассказать ему о том, что может представлять опасность, что нужно делать в той или иной ситуации, куда надо звонить, что нужно говорить. Опять же, если мы возвращаемся к улице, к каникулам, угрозу может представлять элементарные наши игровые площадки, наши горки, наши качели, вот эти лестницы, где-то даже элементарная какая-то яма, либо бордюр, он тоже может представлять для ребенка опасность. А дети, они не задумываются. Светлана, вот вы своим ученикам на уроке УБЖ, вы рассказываете, как себя вести, если ты остался один дома, и вот что вы обычно... У них вообще это очень так обширная тема, очень много ситуаций мы рассматриваем, но здесь есть но. Это теоретические знания, теоретически они все знают. Я на улице с ними пересекаюсь, мы знаем, где нужно переходить дорогу, а идем все равно. Встречаемся глазами, они мне говорят, мы знаем, что нужно переходить там. То есть не работает получается такая... Вы знаете, что очень хорошая фраза прозвучала, они копируют взрослых, это мы, это виноваты мы, потому что если едет папа через пешеходный переход верхом на велосипеде, за ним точно так же поедет ребенок. При том, что он будет знать, что нужно спешиться, то есть слезть и вручную его перекатить, но он поедет за папой, понимаете? И естественно, вот основная масса таких вот ситуаций, это повтор действий. То есть родитель должен быть просто примером своего ребенка. А вы знаете, это хорошо, но я была свидетелем одной вот такой вот истории. Маленькая девочка, маме, которая очень громко разговаривала там по телефону на остановке, она ее дергала и говорила, мам, нам в школе говорили, что на остановке громко разговаривать нельзя. Да, то есть с одной стороны, смотрите, школа дает одни знания. Точно, я тоже прошу детей напоминать родителям, я им сказала, что у взрослых, у ваших родителей не было такого предмета, им никто об этом не говорил, поэтому многие моменты, памятки для родителей отдельно по всем темам, и в том числе на летние каникулы, вот я просила зачитывать своим родителям. В первую очередь надо учиться именно родителям. Если родители будут знать, если они будут понимать, почему это и зачем это делать, они, соответственно, научат и своих детей, они будут заботиться о них. А если родители живут по принципу, со мной никогда ничего не случится, то, к сожалению, и дети тоже таким же образом настраиваются. А вообще можно ли говорить, что сегодня, например, ваши ученики теоретически подготовлены к любой опасной ситуации? За три года работы в школе, да. Серьезно? Я потому что, ну вот девятым классом я все темы озвучила, вот, но когда мы с девятыми тоже прорабатываем какие-либо темы, и я честно им тоже призналась, и любой взрослый скажет, что я не могу дать однозначный ответ, как я точно поступлю в какой-либо опасной или чрезвычайной ситуации, потому что... Потому что я не знаю, очень часто говорят взрослые. Многие говорят, я знаю теоретически и практически как оказывать первую помощь доврачебную. Но я им привела пример из жизни, когда это посторонний человек на улице, все до автоматизма вот доходит. Когда это мой родной человек, это 30-секундный ступор какой-то, вот, а потом начинаешь приходить, то есть это потеря времени. Вот я привела конкретный пример, поэтому я тоже не могу сказать, как я отреагирую на какую-то чрезвычайную ситуацию, а чаще всего вид крови пугает всех. Ну, в любом случае, предупрежден вооруженную, ведь без этого тоже никак, и передачи бы сегодняшней не было, если бы не так. Не делаем тогда ничего, но есть телефон, я всегда учу, мы можем позвонить, самое простое, самое элементарное, это будет как раз-таки помощь. Мы сейчас поговорим о том, как действовать в таких вот ситуациях детям и родителям, и хотела бы зачитать вот несколько сообщений от наших зрителей. Итак, чем будут заняты наши дети летом, и как родители пытаются обезопасить, в принципе, летние каникулы детей. Значит так, Анна сообщает, что собирается отправить к бабушке в деревню детей от греха подальше, пишет. В городе оставаться на каникулы опасно. Машины, жара, много соблазна и мало присмотра, ведь родители на работе. Вот прокомментируйте. Можно я проявлю? Я не считаю, что это панацея для безопасности, потому что поезд как бабушки и дедушки, не хочу расстраивать Анну, но это дополнительная свобода для детей. Это рядом лес, это рядом, возможно, водоем, это рядом поле, поле с высокой травой, а дети, как правило, все-таки не задумываются о том, что механизаторы, то есть водители, как правило, с хозяйственной техники, они не видят детей в этой траве. Опять же, лес, это грибы, это ягоды, это какие-то растения. Это какие-то чужие люди. Это я, это со мной, опять же, это со мной ничего не случится, я тут близенько погуляю. Это бабушка с дедушкой, которые, как правило, заняты все-таки на огороде. И возраст мы тоже не забываем уже. Опять же, возраст, они не в состоянии настолько уследить. Это прогулки, мы все помним наше детство, это прогулки не до девяти вечера. А потом костры. Это костры, это двенадцать ночи, это некие, опять же, сеновалы, какие-то спички, да, а дети, вот чаще всего им становится очень интересно. Где-то развели костер, где-то недотушили, и, соответственно, возникают определенные последствия. Поэтому навряд ли. То есть местность не имеет значения, да, здесь, наверное, вспоминает. Я бы даже, может быть, сказала, что поездка к бабушке и дедушке, это дополнительно, вот если бы отправляли ребенка в оздоровительный лагерь, либо в санаторий, то здесь я бы, наверное, сказала, что да. Здесь мы говорим о большей безопасности, поскольку это все проверяется, поскольку, опять же, вокруг взрослые, взрослые, которые несут ответственность за этих детей, и, опять же, у них организован досуг у этих детей. Они находятся под присутствием. Спасибо. Еще одно сообщение от Татьяны. Я всегда рассказываю детям, пишет наша теледрительница, где ребенка может поджидать опасность. Но дети такие любопытные, что за ними просто нужен глаз да глаз. Но, в принципе, вот, Татьяна подтверждает ваши слова этим сообщением. А вообще-то, как вы считаете, по каким причинам дети попадают в эти опасные ситуации? Вот у меня несколько вариантов, вот выберите какую-нибудь. Вот это просто потому, что они дети, они еще физически и умственно дети. Шаос. Это любопытство. Да, это любопытство. Да, вот любопытство. Да, любопытство, страха нет. Это малый контроль родителей и взрослых. Контроль у родителей есть всегда. Но с учетом того, что... Как они контролируют? Кто-то просто позвонит, кто-то... А как надо контролировать? Как вот вы считаете? Как надо контролировать детей во время летних каникул? Родители ушли на работу. А мне кажется, детей просто надо приучить к тому, что они всегда под контролем. Тогда они сами будут давать отчет, где они, что они... Сразу видно, что сотрудник госавтоинспекции. Почему? Если он привык, этот ребенок, что он выходит со школы, я вышла со школы, я пришел на тренировку, я тебе перезвоню через столько. Если я знаю, скажем так, хронометраж своего ребенка, когда он выходит со школы, сколько у него уроков, куда он может пойти, я пошла гулять, куда ты пошла гулять, или там... С кем? Я пошел в школу, у меня там волейбол, да сколько волейбол, хорошо, во сколько ты думаешь, во столько-то, а чего так долго? Я хочу еще туда зайти. Когда ты знаешь, что он хочет сделать, и он знает, что у меня есть вот такое время, а я могу не вложиться, я вот думаю, что, ну, по-другому они себя ведут. А вот как вы считаете, кого надо в большей степени учить, вот, скажем, правилам безопасности, вообще, принципы по жизни, родителей или детей все-таки? Двоих. Я вам честно... Чтобы быть обучены родители, чтобы они смогли обучить детей. В параллели вот это должно идти. Вы знаете, я когда прихожу к родителям разговаривать, говорю, будьте примером своему ребенку, говорю, вы никогда ребенка не заставите согласиться с тем, почему нужно пристегнуться в автомобиле, если вы сами не пристегиваетесь. Мама с папой всегда самые яркие примеры. Да, вы сами, он, ваше слово, говорю, даже если я буду ему рассказывать каждый день, приходить в школу и рассказывать, что так надо делать, но если вы этого делать не будете, вы у него приоритет, он меня никогда в жизни не послушает. Я всегда взрослым говорю, сделайте это ради них. Я могу тысячу раз не согласиться, кто угодно может какие-то отговорки говорить, мне неудобно, еще что-то. Но сделайте это ради вашего ребенка, чтобы он увидел, что это надо, что это работает. Спасибо большое. Вот мы сегодня говорим о всяких правилах безопасности. Вот, Ирина, вот, вы знаете, многие родители, да, не знают, наверное, даже, как себя вести, вот, не дай бог, там, пожар какой-то. А вот давайте просто сейчас вот расскажем этот алгоритм, чтобы они смогли рассказать своим детям. Ну, я не думаю, что прям не знают, я думаю, что скорее люди все-таки теряются. То, о чем мы говорили, теоретические знания есть у всех. На практике, к сожалению, люди начинают теряться, терять время, паниковать. Значит, ну, во-первых, все должны знать, что если вы увидели очаг возгорания, то есть если он маленький, ну, самый большой размером с футбольный мяч, его можно попытаться потушить. Это некая плотная ткань, допустим, покрывало, обязательно не синтетическое, накрывается, прекращается доступ к кислороду, прекращается горение. Либо можно залить водой. Но тут надо помнить, что нельзя заливать электроприборы под напряжением, нельзя заливать горящее масло на сковородке. Я думаю, тоже эти ролики все тоже видели. Если вы видите, что в течение двух-трех минут, ну, в первую очередь, это я рассказываю для взрослых все-таки по поводу потушить, размером с футбольный мяч. Детям мы все-таки говорим о том, что как только вы увидели, что что-то загорелось, первым делом вы вызываете службу спасения по номеру 101 или 112 и покидаете горящее помещение, где происходит горение. Значит, когда вы позвонили 101 или 112, все должны понимать, что диспетчеру надо будет сообщить адрес, место пожара, рассказать, есть ли угроза людям, то есть имеются ли там люди. По возможности угроза ближайшим зданиям, но это, конечно, в большей степени касается частного дома. Срочно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, для того, чтобы предотвратить быстрое распространение огня. Постараться не открывать окон в помещении, где происходит горение, потому что доступ кислорода, я думаю, тоже все об этом слышали. Когда мы покидаем помещение, мы помним о том, что надо каким-то образом попытаться повестить соседей, помочь им эвакуироваться. Есть престарелые, есть несовершеннолетние. Ну и, соответственно, когда мы покинули помещение, то мы встречаем спасателей для того, чтобы им сообщить все-таки более детально, где что происходит. Все должны понимать, что пока вы разговариваете с диспетчером, в это время уже машины выезжают и к вам движется помощь. В том случае, если вы не можете покинуть помещение, то есть, допустим, вы находитесь в квартире, а дым идет с лестничной клетки, то, наоборот, надо уйти в самую дальнюю комнату, открыться окно, либо выйти на балкон и постараться привлечь внимание прохожих. Какие-то яркие тряпки, пожар. Для того, чтобы дым меньше проникал в помещение, как ни странно, вот все, может быть, кто-то улыбается, когда говорят про мокрую тряпку. Действительно, вот эти мокрые тряпки, вот эти полотенца, особенно если вы успели их схватить, намочить, они очень сильно помогают. Ими можно проложить дверь для того, чтобы не проникал дым. С помощью этой тряпки можно достаточно долго дышать в задымленном помещении. Конечно, если мы не говорим про плотный дым, в котором, в общем-то, уже и с тряпкой дышать не получится. Опять же, мы все помним о том, что дым легче воздуха, он поднимается вверх, соответственно, внизу находится нейтральная зона. И если мы ложимся на пол, то мы сможем дышать. Почему мы говорим и детей учим о том, что выбираемся из задымленного помещения, мы на корточках, практически ползком, держась за стену или впереди идущего. Ну и самое главное, все должны понимать, что пока вы в дальней комнате, пока вы на балконе, пока вы покидаете, помощь к вам едет. Она приедет очень быстро. Все будет зависеть от того, насколько быстро эту помощь вызвали. И хотелось бы всем обязательно напомнить, родителям, наверное, даже в первую очередь родителям, мало того, что ни в коем случае нельзя поникать, ни в коем случае, в случае пожара, нельзя возвращаться в очаг, в эту квартиру горящую. Зачем бы то ни было. Самое главное – спасти своих, спасти родственников, спасти людей, то есть живые существа, постараться, ну, конечно, можно постараться спасти животных, но ни в коем случае не возвращаться. Ни за документами, ни за деньгами нет ничего ценнее жизни, и все это остальное можно купить и заново заработать. Спасибо. Мы уже все знаем, мы много раз говорили об этом и на нашем телеканале, что сегодня в МЧС есть такое уникальное приложение, да? Так называется? Помощь рядом. Да, помощь рядом. И я вот смотрю, у вас есть телефон мобильный. Кстати, вот у ваших учеников есть такое мобильное приложение? Есть мобильное. И у вас оно есть? И у меня оно есть. А у вас? И приходит постоянно оповещение, если не благоприятные какие-то явления, и рекомендации сразу. Вот мне интересно, там есть правило, как вести себя, например, при пожаре? Может ли ребенок, вот если что-то там случилось, или взрослый, зайти? Вот покажите, пожалуйста, как это работает. Наше приложение МЧС Беларуси помощь рядом, оно состоит из нескольких разделов. Значит, это раздел «Что делать?», где находится порядка 50 различных нестандартных ситуаций, в которых даются рекомендации, что нужно делать. Ну, если вы видите дым из окна и дверей. Так, что надо делать? Вот, допустим, открываем. Что делать, если вы увидели дым из окна или дверей? Позвоните по телефону МЧС 112. Если это частное домовладение, попытайтесь узнать у соседей, есть ли люди внутри. Это то есть, если когда мы стоим на улице, и увидели, что дым идет. Разбивать окна можно только, если благодаря этому спасутся люди. Ну, понятно, в общем, все про это написаны. А вызвать можно быстро МЧС? Да, это вот одна немаловажная функция в нашем приложении. Вы, как видите, на любой странице есть кнопка 112, то есть с любой страницы всегда можно вызвать. То есть мы прямо сейчас могли бы, если бы какая-то не находилась, Да, мы могли бы прямо сейчас вызвать службу спасения. И это очень важно, потому что именно в таких стрессовых ситуациях мы неоднократно сталкивались. И пожилые люди, и дети, и люди, в принципе, нашего возраста забывают, по какому номеру звонить, начинают теряться, начинают перевирать. Но, в принципе, надо сказать, что куда бы вы ни позвонили, в какую остальную службу, вас все равно перенаправят в зависимости от той ситуации, что вас интересует. Уважаемые родители, мне кажется, это очень важная информация для тех, кто не знает или просто забыл. Установите, помогите установить своим детям вот это приложение. Это можно установить на любой смартфон Android. Сейчас еще прорабатывается вопрос сейчас о том, чтобы и на других системах тоже устанавливать. Но в любом случае, все-таки у нас, у наших детей, в первую очередь, смартфоны, андроиды. И, конечно, было бы неплохо. Здесь энциклопедия, где можно узнать дополнительную информацию, тесты, где можно проверить себя. Вот недавно добавили тест даже для молодых мам. У нас сделали такой тест. Здесь даже есть первая помощь с аудиосопровождением. То есть если вы увидели человека, которому... А есть там этот трейлер нового Терминатора? Поверьте, они очень быстро установят это приложение, если бы что-то подобное. Поэтому тут даже здесь поможет. Ну и карта явления, о которых шла речь. Ирина, в любом случае, согласитесь, это один из тех случаев, когда современный гаджет, он выполняет свою полезную, очень даже полезную роль. Нужную. Нужную. Спасибо большое. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как сделать летние каникулы наших детей безопасными. Есть еще сообщение, вот Ольга пишет нам. Мы обучили ребенка разогревать себе еду в микроволновой печи и купили посуду, которая не прокидывается, чтобы уберечь от горячего. Я не знаю такую посуду, чтобы не прокидывалась. Ну, в общем, приложили какие-то усилия и разогревать себе еду в микроволновой печи, когда, наверное, остается ребенок один дома. Мало обучить разогревать. Нужно рассказать, что когда ставишь туда тарелочку, чтобы там не забылось вилочка или ложечка, закрыли дверцу и отошли. Минимальное расстояние 50 сантиметров. Ведь они всегда смотрят, как там на каруселях качается тарелочка. Спасибо за эти ценные рекомендации. Что, у вас была какая-то история, Елена? Нет. Нет, я смотрю, вы так хотели отреагировать. Хорошо, Ирина сообщает. В детстве мои родители мне говорили, что самая опасная машина, которая стоит. И я запомнила это на всю свою жизнь и говорю так же своим детям. Самая опасная, почему стоит, я всегда говорю, убедитесь, что она остановилась. Да. На машине же никогда не написано, что с ней. Ну что ж, спасибо. Сейчас поговорим о том, как обезопасить детей на дорогах. На дорогах дадим обязательно совет водителям в том числе. Так что оставайтесь с нами. Но напоминаю, что мы разыгрываем билеты в Музей истории печати фотографий Гомельщины. И вопрос нашего конкурса. С какого возраста дети могут самостоятельно ездить на велосипеде вне дворовой территории? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Нас есть вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вами познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, скажите, а сколько вам лет? 29. О, ну вы уже взрослая. Я думала, да, такое мне показалось помладше немножко. Ну хорошо, знаете, дети есть у вас? Нету. Нет, ну у вас еще впереди. Давайте выучим тогда главное правило дорожного движения для детей. Так, как вы считаете, с какого возраста можно на велосипеде ребенку выезжать с дворовой территории? Я думаю, что с 14 лет. Сейчас узнаем, правильно ли это ответ. Да, с 14 лет. С 14 лет, до 14 только во дворе. Спасибо, вы только что выиграли пригласительные билеты на двух человек в музей истории и фотографии Гомельщины. Мы вас поздравляем. Спасибо за этот телефонный звонок. Ну что ж, давайте поговорим о том, что происходит сегодня на дорогах и насколько актуальна в дни летних каникул проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Очень актуальна. Кто вообще виноват чаще всего в таких происшествиях? Понимаете, как делать кто виноват? Дети, взрослые, водители или пешеходы? Понимаете, есть такая статистика, где смотришь и понимаешь, что и водители и пешеходы по законодательству может получаться одно, человеческий фактор получается другое. Но, понимаете как, лето, оно самое опасное. Почему? Потому что, скажем так, вот сейчас жарко и очень много людей, садясь за руль, не понимают о том, как они себя чувствуют. То же самое можно сказать и... То есть теряется концентрация. Да, теряется концентрация, не настолько люди внимательны за рулем. Я могу то же самое сказать и про пешеходов. Когда люди смотрят на сигнал светофора, они понимают, что он сейчас начнет мигать, что они все равно не успеют перейти в проезжую часть, но тем не менее они все равно на нее выходят. Где-то они пытаются подбегать, кто-то пытается, кто-то все равно идет в своем привычном темпе. Кто-то из водителей, ему загорается красный-желтый, он уже проезжает перекресток. Но он его проезжает. И вот тут встречаются и пешеход, и водитель. Вот это трагедия на самом деле. Вот тут уже не задаешься вопросом больше, кто прав, кто виноват, а тут уже цена жизни. Ну вот я знаю, что с 25 мая водители обязаны ездить с включенными ближним светом, вот так вот накануне летних каникул в стране, так вот такая акция началась, внимание детям. Кстати, которая завтра, если не ошибаюсь, заканчивается. Да, завтра последний день заканчивается. А что потом? Вот скажите, Ирина, а что потом? Как будет вообще? Будет ли там повышенное внимание сотрудников госавтоинспекции? Повышенное внимание госавтоинспекции продолжается. Госавтоинспекция находится на усиленном варианте несения службы. Каждый день у нас экипажи отслеживают, скажем так, в местах концентрации, где больше скопления людей, на перекрестках, для того, чтобы хотя бы своим вниманием привлечь всех участников дорожного движения, водителей, пешеходов и велосипедистов, для того, чтобы как-то отреагировать на то, чтобы меньше случалось дорожно-транспортных происшествий. С нашей стороны, так как это лето, это дети, мы начинаем свою работу более углубленно. Это и пришкольные лагеря, это и оздоровительные лагеря. Мы планируем очень большую программу с выездом, скажем так, в каждый лагерь, для того, чтобы не просто показать, а научить и в форме квеста, игры. То есть как профилактика. Да, чтобы спрофилактировать то или иное, чтобы дети, несмотря на то, что они в лагере, мы защищены, но все равно рядом всегда дорога, рядом всегда автомобили, чтобы они знали это не только в теории, чтобы они могли это применять на своей практике. Вот, кстати, в ближайшее время начнется же массовая перевозка детей к местам отдыха, к лагерям. Давайте вот напомним еще раз водителям правила безопасной перевозки детей. В первую очередь, если у вас несовершеннолетние дети в возрасте до 12 лет, они должны быть в детских удерживающих устройствах. То есть, понятно, я не говорю о том, что ребенок в 12 лет обязательно в кресле. Да, есть бустер, где они могут, они должны быть обязательно пристегнуты. Согласитесь, что есть дети в 12 лет и рост, ну, как-то уже. Ну, есть правило, 12 лет. Да, есть правило, но тем не менее, он должен быть обязательно пристегнут. Вот такая мелочь, как ремень безопасности, он спасает жизнь. Это прежде всего не забывать о том, что даже если это ребенок, не старайтесь садить его на первое сидение, все дети туда рвутся, рядом с водителем, но тем не менее... Опасность повышается. Это самое опасное место в автомобиле. Не забывайте показывать своему ребенку пример, не отвлекайтесь на телефон, на мобильный, за рулем. Надо сконцентрироваться на том, что прежде всего вы за рулем, есть впереди транспорт, никто не отменял погодные условия, когда концентрация действительно снижается, всех в условиях жары, всех просто клонит на сон. Не садиться ни в коем случае в уставшем состоянии, потому что здесь водитель отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь своего ребенка, ну а также и за жизнь всех остальных участников. Кстати, а что предусмотрено за нарушение правил перевозки детей? Есть же какая-то ответственность? Да, существует ответственность, существует ответственность по статье, там либо предупреждение, либо штраф до четырех базовых. У нас есть вопрос, мне подскажут, что это вопрос для вас, Ирина, для сотрудников госавтоинспекции. Давайте послушаем наших телезрителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте мы с вами познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно говорить. Ну вот хотелось бы озвучить такую тему. Конечно, пешеходные переходы, это наболевший вопрос даже для водителей, потому что особенно молодежь, молодые мамаши, они считают необходимым своего ребенка, как я хочу, так я его и перевожу через пешеходный переход. Вот. Если он на самокате, значит, мы его тянем за ручку самоката через дорогу. Мы его не берем ни на руки, она его не берет на руки. Самокат, самое главное, что ребенок должен чувствовать себя свободным на дороге. Плюс ко всему, они сразу становят ногу на пешеходный переход, даже не глядя по сторонам. Еще мобильный телефон в руках. Вот вообще когда-нибудь будут обращать внимание на это сотрудники ГАИ, может быть, профилактически какую-то беседу проводить. С теми же молодыми мамами, папами, вообще с подростками. Вот я недавно переехала через Новобилицу. Три подростка, я не ожидала даже, и не только я, все, кто ехал на машине, никто не ожидал, что они вот так на скорости, они ехали по тротуару, и раз свернули, и прямо через пешеходный переход, втроем на велосипедах, как неслись, так и проехали. За малыми их никто не сбил. Ну, им же должны родители как-то объяснить дома, что нельзя этого делать, нужно спешиться, нужно велосипед взять, как бы так, рядом его прокатить еще. Ну, об этом мало, я не знаю, как сейчас проводятся профилактические беседы или нет. Когда-то у меня тоже дети учились в школе, у нас приходили сотрудники ГАИ на собрание, на родительское, перед каникулами. И когда-то сотрудник ГАИ очень хорошо объяснил родителям, вы задайте вопрос детям, если машина ударится в вас, кому будет больнее, машине или вам на пешеходном переходе? И это, наверное, каждый должен донести до своего ребенка, я не знаю, какие-то проблемы. Потому что вот сейчас началось реально лето, ездить невозможно. Вы водитель, я поняла. Спасибо вам большое, очень хороший вопрос. И такой, знаете, очень эмоциональный крик души у женщины. Во-первых, я понимаю, что у вас водитель, да. Это тоже и женщина при этом, мать, и реальные ситуации. И, кстати, насчет мамочек очень точно замечу. Но насчет велосипедиста вообще не говорю. Знаете, я здесь скажу так. Проводятся и беседы, и перед школьными каникулами, и в единые дни мы приходим, рассказываем, и детей собираем, приходим, рассказываем. Но опять-таки... Надо родителей собирать, подсказывать. Это надо, да, это собирать надо родителей. Хотя я вам скажу, что... Что может еще быть страшнее, чем вот какая-то трагедия? Мне кажется, штрафы здесь не помогут даже. Нет, это не штрафы. Это убеждение родителей должно быть так донести до своего ребенка. Почему, когда я прихожу и рассказываю, что, понимаете, не будет больно мне, когда это чужой ребенок. Мне и так безумно больно, когда я вижу детскую жизнь, которая уже покалечена. Но это ваш ребенок, это ваше самое дорогое, самое бесценное. Никто ему никогда в жизни так не будет любить, как вы. И вот в этот момент, когда вы переходите дорогу, возьмите его за руку. Это ваш контакт. А как надо переходить дорогу, если у тебя ребенок на велосипеде, на самокате, он еще мал. Вот правильно, очень интересное замечание было. Надо взять ребенка на руки или взять его за руку, Возьмите его за руку. Возьмите, вы с ним в этот момент разговариваете, вы с ним общаетесь, это ваш контакт. Просто возьмите его за руку. Ну, вообще у нас сегодня еще велосипедный бум. Вот как он сказывается на дорожно-транспортном движении в целом, вот это такое влечение велосипедистов? Велосипедисты – это самая, скажем так, активная, я скажу так, каста участников дорожного движения, которые хотят приравнять себя к автомобилям. Так. То есть они еще сами для себя не решили, пешеходы они или не автомобили, они что-то вот среднее. Но тем не менее, да, я не говорю, что они не нарушают, нарушают, и госавтоинспекция борется с этим. Но велосипедисты в своем проявлении, скажем так, они хотят больше доступа, чтобы проезжать. Очень бурно обсуждались изменения, почему там спешиваться, почему не спешиваться. И в этот момент сами велосипедисты не задаются себе вопросом о том, вот как правильно он говорит, кому больнее. Но они не понимают о том, что их резкое появление, они могут не только себе навредить, они могут еще и пешеходам навредить. Вот, Елена, трое детей. Сколько у вашей семьи велосипедов? Три. Три велосипеда? У каждого ребенка или у вас? Каждому размеру. У меня лично, да, есть велосипеды. Тоже есть. А вот вы когда их на улицу отправляете с велосипедом, вы им даете какие-то там ценные указания, вот как себя вести, правила какие-то соблюдать? Ну, младших я не отправляю, я сама хожу с ними. Ну, младших, потому что одного оставлять нельзя. А вот уже старший, конечно, она знает. И я объяснила давно уже, что ни на какую проезжую часть не надо. И вообще, для здоровья полезно, если вы вот именно как это, как хобби, как отдых, не надо даже вдоль трассы кататься. Это все равно выхлоп автомобильный. Конечно, в идеале где-то куда-то там надо, в природу, в парке, не знаю, ну, чтобы дорога, конечно, позволяла. Я же не говорю, там по камням нужно ездить. Вот. А вообще, конечно, и светоотражащие элементы должны быть, и какие-то... То есть вы должны следить, как родитель, как оборудован велосипед, чтобы все необходимое там было. Ну, и ребенок должен не то, что бояться, но он должен, как бы-то сказать... Думать о своей безопасности. Он должен знать, прежде всего, об этом. Он должен четко понимать, да, что может быть. Вы знаете, у нас есть видеоролик, который стал победителем областного конкурса среди студентов в Гомельской области. Мне кажется, его будет полезно посмотреть всем велосипедистам. Давайте посмотрим. Когда в город приходит весна, это значит, что пора доставать своего железного коня. С каждым годом все больше жителей нашей страны от мала до велика пересаживаются на зеленый транспорт. Уже в каждом большом городе Беларуси есть свое велосообщество. Велосипедистов становится все больше. Необходимая инфраструктура развивается. Здоровый образ жизни набирает популярность. Но каждый велосипедист должен знать простые правила, соблюдая которые, он сохранит здоровье и жизнь свою и окружающих его автомобилистов и пешеходов. С чего же начать? Перед каждой поездкой велосипедист должен проверить исправность своего велосипеда, исправность рулевого управления и тормозов. На колесах велосипеда рекомендуется установить светоотражающие элементы оранжевого цвета. Спереди – катафот белого цвета, сзади – красного. Правила дорожного движения обязывают также оснастить велосипед фарами для езды в темное время суток. Спереди фары, излучающие белый свет, сзади – красный. Также на велосипед рекомендуется установить звуковой сигнал – звонок или будок. Где же мы можем ездить? Передвигаться на велосипеде разрешено по велосипедным дорожкам, количество которых, к слову, только растет с каждым годом. Тротуаром – пешеходным дорожкам. Передвигаться по проезжей части разрешено лишь в том случае, если выше перечисленных элементов дороги просто нет. Но помните, двигаться нужно по правой стороне дороги, в один ряд и не далее одного метра от правого края. А лучше всего выстраивайте свой маршрут так, чтобы не приходилось рисковать, передвигаясь по проезжей части. Чтобы пересечь проезжую часть, следует спешиться и вести велосипед рядом с собой. Переезжать пешеходный переход категорически запрещается. Данное требование продиктовано необходимостью обеспечения безопасности велосипедистов, так как большая скорость движения велосипедиста по сравнению с пешеходами позволяет ему появиться на пешеходном переходе в очень короткий промежуток времени. Требование вести велосипед рядом с собой дает возможность водителю транспортного средства рассматривать велосипедиста как пешехода и иметь больший запас времени на оценку дорожной ситуации. Передвигаясь по тротуарам, пешеходным дорожкам или велосипедным, совмещенными с пешеходными, помните, что вы не должны создавать неудобства для пешеходов и других велосипедистов. Не разгоняйтесь слишком быстро. Двигайтесь по краю тротуара ближе к проезжей части. Пользуйтесь звуковым сигналом для предупреждения о своем приближении к пешеходам сзади. Внимательно смотрите по сторонам. Под колеса велосипеда в любой момент может выскочить ребенок или чья-то собачка. Запомните, друзья, что велосипедист – это источник повышенной опасности как для пешехода, так и для автолюбителя. И наоборот. Поэтому каждый владелец велосипеда должен соблюдать эти простейшие правила, чтобы получать только положительные эмоции от езды на этом чудесном, здоровом и популярном виде транспорта. На самом деле большое спасибо авторам этого ролика за такую ценную информацию как раз-таки в тему нашей программы о безопасных каникулах. Здорово, если ее посмотрели как можно больше телезрителей. У нас есть еще один телефонный звонок для вас, Ирина, как раз для госавтоинспекции, как раз, по-моему, про велосипедистов. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте мы с вами познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Леонид. Леонид, слушаем вас внимательно. Очень хорошо тут сейчас продемонстрирую ролик. Я думаю, что каждый, кто катается сегодня на велосипеде, в любом возрасте, должен думать о том, что только его сама безопасность. Водитель, который ездит за рулем, он смотрит на все это. Но так быстро остановиться при повороте направо, как показывали, как сбивают велосипедистов, это очень страшно, что если даже принят такой закон. Так ваш вопрос... Принят ли закон о том, что на велосипед, на пешеходном переходе велосипедисту не нужно спешиваться? Принят ли уже этот закон? Ну, я нет. Этот закон находится на рассмотрении. То есть на данный момент просто рассмотрение? На данный момент это еще не принято. И тут немножко уточнение. На нерегулируемом пешеходном переходе они должны спешиваться. То есть рассматривается именно такая ситуация? Рассматривается вопрос, что не нужно будет спешиваться, только на регулируемом. На нерегулируемом обязательно спешиваться. Спасибо большое. Есть еще вопрос от нашего телезрителя Артема в Вайбере. Могут ли сотрудники ГАИ оштрафовать меня за неношение фликера? В темное время суток? Я не знаю, вот ничего больше не уточнилось. Давайте расскажите тогда. Согласитесь, в светлое время суток одеть фликер, может быть, это, конечно, и вызовет повышенное внимание, и лишним это не будет. Но штрафовать за это никто не собирается. Вот в темное время, когда все думают о безопасности, я бы сказала, что нужно его носить, и за это нужно штрафовать. Потому что люди не задумываются. Но вопрос некорректен, где? Просто так? Нет, ну если человек переходит дорогу, да, вот все вот эти правила, где нужно носить фликер, его могут оштрафовать за то, что нет фликера? Не могут, да? Хорошо. А вот некоторые пешеходы сегодня вместо фликера пользуются фонариками или теми же мобильными телефонами. Вот такой вариант обозначить себя в темноте. Это хорошо, это хорошо, это я вам больше того скажу, это положительная тенденция, когда люди думают о том, чтобы их было видно. Но тем не менее, это не фликер. Там же сколько расстояния, насколько можно увидеть? Фликер же, особенно живет, и сколько там? 300 с копейками? 300 метров. Это скорее для водителя, да, такое обозначение. Это очень невидим, не силуэт, просто черное пятно, и видны только полосочки. Вот что важно. Давайте посмотрим еще один ролик победителя детского властного конкурса, вот как раз-таки на тему «Засветись». Госавтоинспекция МВД Республики Беларусь информирует. Вышел, засветись. «Засветись, а это как?» «Может быть, так?» «Или так?» «О, наверное, так!» «О, наверное, так!» «О, наверное, так!» «О, наверное, так!» «Сынок, правильно и безопасно обозначить себя так!» «Фликер – это просто и безопасно!» Дорогие друзья, это прямой эфир программы «Добрый вечер, Гомель». Сегодня вторник, значит, время полезных советов, и сегодня говорим про безопасность на летних каникулах. Вот есть несколько сообщений от наших зрителей. Ирина считает, наша телезрительница, что самое опасное для детей на улице летом – это качели. А вот Ольга сообщает, что купила сына на коленнике и шлем, потому что постоянно сын падает с велосипеда. Ну, давайте, вот, время осталось очень мало, но тема важная. Травмы, ушибы, вот как защититься летом от таких неприятностей? Какая у нас ситуация, Елена, с детским травматизмом сегодня в области? Ну, если брать данные статистики, то за прошлый, за 2018 год в нашей области было зарегистрировано больше 17 тысяч случаев детского травматизма. Это что за такие случаи обычные? Львиная доля из них, там, 11 чем-то тысяч, это бытовые травмы. Там на втором месте потом идут уличные, это то, что вот вы говорили, качели, стройки, там, такого типа. Ну, потом идут ожоги, отравления, там, лекарства, средства. Какой возраст можно считать самым вот травмоопасным, и кто больше все-таки рискует, горожане или сельские жители, вот эту тему затратить? Нет, возраст тут не совсем корректно. Просто в разном возрасте больше вклад тех или иных видов травматизма. То, что для маленьких, вот говорили, это чаще бытовые ожоги, там, падения и так далее. Для более старшего возраста это присоединяется улица и сопутствующие там какие-то другие уже виды. А страдают больше всего, если брать по видам, то это конечности руки-ноги, голова-шея, вот это лидирующие. Давайте рассмотрим какую-нибудь такую вот стандартную, типичную ситуацию. Да, вот что-то вот случилось, там, я не знаю, ну не сарапина, ушиб, там, какая-то травма, да. Вот что должен делать ребенок или родитель, там, в первую очередь? Ну, главное, то, что уже говорили, не паниковать, стараться и вызвать помощь, вот. А, соответственно, если у вас есть какие-то еще подручные средства... Вот покажите, как вот... А что вы им показываете? Порез какой-то будем убирать? Порезаю, вот здесь порезаю. Порезать не будем, но... Ну, во-первых, конечно, нужно сначала освободить поле, чтобы увидеть от одежды, там, что-то еще, чтобы увидеть вообще, что там происходит с этой конечностей любой другой части тела. Во-вторых, нам нужно очистить, то есть... Ну, у нас какая-то рана, допустим, есть. Да, например, вот обрабатываем перекисью водорода, причем желательно не дотрагиваться, а просто вот поливаем. Полить? Поливаем, да, поливаем. То есть не на вату, не на кого? Не надо, не надо прикасаться, поливаем, все, смотрим. Значит, в принципе, если нет перекисью, можно любым другим, ну, антисептиком обработать. А если ничего нет? Ну, если нет, водой, чистой, только чистой водой. Главное промыть? Да, промываем водой, да. Значит, еще важно, если есть у вас там йод какой-то, не знаю, вокруг, но никогда не поливайте внутри, особенно если рана глубокая, не надо ни йод, ни зеленку, не надо. А что делает йод? Еще раз напомню, что делает йод вокруг раны? Обеззараживает, да? Да, беззараживающий, подсушивает. Плюс, если рана еще такая достаточно большая, то нужно как бы зафиксировать, ну, как сказать, с края, ну, чтобы меньше доступ был, так сказать, внешней среды. То есть пока едет скорая помощь, мы оказываем первую помощь. Да, и найти, да, найти надо что-то стерильное, ну, не стерильное, но хотя бы чистое. В идеале, если у вас в бинте какая-то салфеточка, значит, накладываем ее на рану. Так, перекись, антисептик какой-то. Да, если в голову крана, то мы сдвинули край раны, сфиксировали, наложили. Вот, дальше по ситуации, если у вас бинт есть, значит, естественно, мы, все это, если нет бинта, любую чистую, там, не знаю, пеленочку, полотенчико, что-нибудь, обязательно чистое, значит, все эти края, все это забинтовываем. Ну, либо почти, ну, практически у всех, наверное, под рукой есть пластырь, если у вас есть, и рана, ну, не такая большая, конечно, бинта, это в том случае, если рана большая, если, так, небольших средних размеров, вот, можно широкий пластырь, тоже мы накладываем, фиксируем. Главное, чтобы, постараемся, чтобы, ну, обработать, чтобы чистая она стала, потому что, ну, микробы и так далее. Чистая, зафиксированная, и все, и ждем врача. Ну, и, конечно, если кровотечение, то есть, ну, чтобы приостановить, все, главное, главное вызвать и не паниковать, вот, тогда мы сможем оказать эту помощь. Светлана, как вы себя чувствуете? Очень хорошо. Обычно вы делаете это на уроках, а тут сегодня на вас. Ну, самое сложное во всем, что было сказано, первый пункт, это не паниковать. Да. Это самое сложное. Это самое. Скажите, вот общие ваши рекомендации, такой последний совет в сегодняшней программе. Как вообще избежать трагедии? Как сделать так, чтобы все-таки каникулы прошли, действительно, вот, без приключений для родителей, для детей? Ирина, вот, что скажете? Я хочу все-таки дать совет, наверное, родителям. Учите своих детей правилам безопасного поведения, начиная с двух-трехлетнего возраста. И, конечно, будьте для них сами примером этого безопасного поведения. И не оставляйте малышей никогда без присмотра. Я думаю, что тогда ваши дети будут знать, что можно делать, что нельзя, и даже не нельзя, а что опасно делать. Спасибо. Ирина. Разговаривайте, объясняйте, обсуждайте. Дети еще, наверное, родители могут больше рассказать, чем родители детям. Поэтому просто разговаривайте. Да, общайтесь. Показывайте им свой пример, будьте для них эталонным. Елена, вот что вы пожелаете и что, да, посоветите. Я скажу Ирину, что будьте внимательны к своим детям, знайте, чем они увлекаются, какие у них могут быть такие не очень полезные увлечения, чтобы пресечь на корню. И плюс старайтесь организовать их досуг правильно. Тогда у вас больше шансов, что лето будет здоровым, веселым, и со свежими бодрыми они пойдут в школу. Светлана, для учеников, которые не пришли на последний урок и не услышали вашу ценную рекомендацию на лето, что пожелаете нашим зрителям? Я всем посоветую. И взрослым, и детям мы должны все усвоить одну фразу. Наша личная безопасность – только наша забота. И все. Когда мы это осознаем, травматизма будет меньше. Тогда и каникулы, дорогие друзья, будут в радость. Вы знаете, что, уважаемый телевизор, хочу пожелать вам, чтобы все-таки в жизни вашей и в жизни ваших детей никогда не было опасных ситуаций. Поэтому берегите друг друга, и пусть действительно эти каникулы будут приятными, замечательными для всех. Не только для родителей и детей, но и для водителей, и для велосипедистов, и для пешеходов, и для всех нас. Это был еще один Добрый вечер. Гомельс, Наталья Волонец. До новых встреч в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин